Трасса аварийно-опасно. Свидетелями одного из ДТП стали наши корреспонденты об аварии и о том, чем могут закончиться семейные скандалы в рубрике «Ориентировка». Забил до смерти. Так мужчина решил наказать свою сожительницу за то, что та не приготовила завтрак. Подсудимый, изрядно выпив, решил разобраться с супругой. 1 января Лапышев несколько часов жестоко избивал жену на глазах у малолетних детей. Избивал ее на протяжении первого часа, а с первого на второе он фактически его забил. То есть 140 телесных повреждений экспертно считал. Владимир Лапышев уже был дважды судим за избиение жены, но отбыв срок, он даже не попытался исправиться. После последнего избиения сожительницы мужчина дальше продолжил веселиться, закрыв Самигулину дома. От многочисленных травм и ушибов женщина скончалась. Суд вынес приговор. Виновен. Подсудимый свою вину отрицать не стал. Двоих малолетних детей забрали органы опеки. Признать виновным по части 4 статьи 111 Уголовного подсо-Российской Федерации и назначим ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Тройное ДТП. Сегодня рано утром на трассе Оренбург-Уфа в районе поселка Татарская Каргала произошло сразу три ДТП. Первым с управлением не справился водитель грузовой газели. Авто улетело в кювет. Подвела скользкая дорога, рассказал водитель фургона. Рано утром гололед никто и не собирался посыпать песком, говорят очевидцы. На скользкой дороге занесло, унесло в кювет и все, больше ничего. Потом столкнулись еще два автомобиля. Водитель отечественной легковушки, увидев перевернутую газель, начал тормозить. В результате пострадала девушка из встречной машины «Деунексия». Молодой человек резко затормозил, его развернуло. Резкие столкновения занесло в машину удар. Зажало колено ее. И последние пострадавшие от гололеда три авто расположились за перевернутой газелью. На этот раз не разъехались две иномарки и «Лада». По рассказу очевидца, виновником этой аварии стал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте. Кто-то переходил дорогу, вот эта вот десятка, она начала тормозить, пропускать его. Сзади вон та машина «Хундай» ударила вот эту машину, десятку, а и эта вот десятка зацепила уже эту машину. И уже после того, как произошли три аварии, этот участок дороги посыпали песком. Для чего это сделали в 10 часов утра, когда утреннее солнышко и так растопило лед на трассе, остается непонятным. Очередной криминальный ботаник задержан с поличным. Визит наркополицейских в квартиру одной из высоток Оренбурга разоплачил новую плантацию по выращиванию наркосодержащего растения в домашних условиях. К незаконному агробизнесу оренбуржец подготовился основательно. Даже семена конопли заказал из-за границы. Было обнаружено и изъято в данной квартире 25 кустов растений конопли. То, что мужчина за ними ухаживал, не вызывало сомнений. Во-первых, там находились и грунт, и кашпо на кухне. Также были куплены лампы для создания специального освещения. Было закуплено, кроме этого, другое оборудование, которое способствовало очистке воздуха. Ароматы царившего на комнатной квартире удивили даже и видавших много оперативных областных контролей. За кадром удивленный голос оперативного сотрудника, а вот предпринимчивого оренбуржцу привычные ароматы окунуться придется нескоро. За культивацию запрещенных растений против него возбуждено уголовное дело, а санкции статьи предусматривает до двух лет решения свободы. Редактор субтитров А.Семкин